Всем привет! Меня зовут Аня и сегодня будет обзор блендера Китфорд КТ-1327. Этим блендером я пользуюсь уже около месяца, очень довольна и рада буду поделиться с вами своими впечатлениями. Но начать, думаю, будет лучше с технических характеристик. Значит, мощность у этого блендера 1300 ватт. Я знаю, для многих важно и действительно мощность здесь большая. Объем чаши 2 литра, что тоже достаточно даже для больших семей. Также важно, что здесь хорошие качественные ножи из нержавеющей стали. Давайте посмотрим по комплектации, я буду его разбирать и как раз расскажу вам, из чего он состоит. Здесь есть крышка с уплотнителем, она никак не закручивается, просто ставится сверху. Сверху есть колпачок, который можно выкрутить, поставить обратно, можно его достать и прямо в момент перемешивания добавлять какие-то ингредиенты. Также в наборе блендера идет толкатель. Это если вы готовите, например, смузи или ингредиенты достаточно плохо перемешиваются, может быть, из-за их твердости, вы можете помочь им толкателем. Следующее, что у нас идет, это чаша, она пластиковая, с очень удобной ручкой и здесь идет такая мерная полосочка до 2 литров, это максимальная и 250 миллилитров, это минимальная. И, конечно же, база, на которую ставит сама чаша, там внутри находится моторчик, здесь располагается жидкокристаллический дисплей, кнопка включения и регулировки она же. Дальше здесь есть пометка, как правильно ставить чашу, вот здесь вот положение открыто, здесь положение закрыто. Также снизу здесь находится кнопка включения-выключения, даже если у вас блендер собран, подключен к сети, но не подключена эта кнопка, работать он не будет. Давайте же пройдемся по функциям, посмотрим, что он умеет делать. Во-первых, пока чаша не установлена в положение закрыто, блендер работать не начнет, это тоже защита. Вы включаете сначала блендер, а дальше у вас стоит выбор программ. Первая программа это колка льда, с таким я встречаюсь впервые, и это просто волшебство, причем не самые маленькие кусочки льда, а такие настоящие куски льда, которые мы используем в повседневной жизни, превращают в снег, можно использовать для коктейлей, для смузи, да для чего угодно. На программе колка льда меняется мощность через какое-то время, то есть сначала работает на большой мощности, потом на более низкой, за счет этого лед как-то перебрасывается и лучше молится. Ножи прекрасно с этим справляются, плюс у каждой программы изначально установлена скорость, с которой он работает, и время. Но здесь есть две кнопки, одна, которая отвечает за скорость, вы можете ее регулировать, и вторая с шестеренкой, которая отвечает за время. Вы также можете его регулировать в зависимости от того, что вы хотите приготовить. Или если, например, вы хотите остановить блендер раньше завершения программы, вы просто нажимаете на кнопку выключить. Следующая программа это смузи, подходит, собственно, для смузи, для перемолки овощей, ягод, фруктов с какой-то жидкостью, с какими-то, может быть, порошками, добавками, и делает очень однородную консистенцию. Я, как любитель смузи, просто в восторге. Здесь идет работа на большой мощности, достаточно долго, но при этом я всегда выключаю заранее, потому что он справляется с своей задачей на ура, даже еще до завершения программы. Следующая функция это джем, это для перемалывания овощей и фруктов без какой-то жидкости, с этим он тоже справляется очень здорово, для того, чтобы делать, например, детское пюре. Также можно делать джемы, конфитюры, здесь идет уже средняя скорость. Следующая программа это нагрев, это вообще потрясающе, потому что блендеров я такого не встречала. Подходит, конечно, идеально для крем-супов и нагревает за счет трения жидкости. То есть, если у вас достаточно густая какая-то субстанция там, да, то нагреваться будет она быстрее, и блендер автоматически выключится на той температуре, которой вы задали. Температура нагрева может быть разная, вплоть аж до 80 градусов. Импульсный режим, это режим работы на большой скорости, он работает просто от нажатия кнопки, не надо нажимать кнопку старт. Подходит он не только для перемалывания каких-то продуктов, но и с помощью этого режима можно чистить блендер. Если, например, вы случайно оставили что-то в блендере, оно подсохло или достаточно вязкое, чтобы это вымывать самостоятельно, вы заливаете туда водички, можно с моющим средством, включаете импульсный режим, и блендер сам себя чистит. Но классно же? Я импульсный режим использую для молки орехов, например. На всех этих режимах не обязательно делать то, что на них написано. Вы можете использовать любой режим под ваши цели, под ваши блюда, регулировать его так, как вы хотите. Например, на режиме джем я делаю ореховое молоко, потому что средняя скорость мне подходит лучше всего. Но также среднюю скорость я могу поставить и на режиме смузи, и импульсный режим просто несколько нажать и сделать, для того, чтобы перемолол орехи, например. Вы можете регулировать и выбирать те функции, которые вам удобно. Здесь все выставляется индивидуально, и это, считаю, очень-очень большой плюс этого блендера. Мои впечатления как пользователя потрясающие, потому что он перемалывает все. Лед тому показатель, со всеми остальными продуктами он справляется на ура. Вообще не моргнув глазом. И, конечно же, меня очень радует его дизайн, который замечательно подходит к моей кухне, как вы видите. Есть несколько цветов на выбор, чтобы подходила именно к вашей кухне. Еще из плюсов то, что его достаточно просто мыть, и его можно мыть в посудомоечной машине. То есть всю вот эту верхнюю часть, кроме, конечно, моторного блока, электрической части, все можно мыть в посудомоечной машинке. Так что этот блендер я от себя могу честно и искренне рекомендовать. Мне он очень нравится, и он мне помогает делать иногда и завтрак, и обед, и ужин, и десерт. Для меня он стал просто незаменимым помощником на кухне. Надеюсь, вам мой обзор был интересен и полезен. И спасибо большое за просмотр, и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok